Привет! Заходим в проект. Для начала перенесем диалоги, относящиеся к началу игры. Кликаем в начало на таймлайне. Создаем первую сцену. Количество сцен зависит от того, сколько фонов будет использоваться. Плюсик. Пусть так и будет называться сцена 1. Кликаем на созданную сцену. Теперь кликаем на голубую кнопку, которая снизу справа находится. Снова кликаем на голубую кнопку, но теперь на ту, где диалоговое окошко изображено. Тут нас спрашивают, кто будет говорить ту или иную фразу. Персонаж, которого мы создали в первом уроке, то есть Charakter, или кто-то другой. Поскольку мы создавали персонажа в Charakter, то выбираем первое. Но оно и так по стандарту выбрано. После вопроса идет строчка для выбора персонажа. Кликаем на нее. Из списка выбираем нужного. Вот уже созданный персонаж. Следующая строчка называется Сообщение. То есть здесь надо написать, что нам скажет персонаж. Путь будет привет. И следующая строчка дает нам выбрать, сколько места будет занимать диалог. Оставляю стандартный вид, потому что сзади диалогового окна еще будет персонаж стоять. А если я поставлю другой расширенный вид, тогда его не будет видно. Оставляю стандартный. Готово. Жму на голубую кнопку, которая находится снизу всех этих строчек. Вот на эту. Появился блок с фразой. Таким же образом добавляю остальной сценарий до момента, когда произойдет расхождение сюжета. Под расхождением я имею в виду кнопки выбора, которые позволят привести игрока к разным концовкам. Поскольку диалоги могут вестись в разных локациях, то есть на разных фонах, то надо писать сюжет в разных сценах. Так, еще несколько фраз. Пускай будет какой-то ноунеймовский персонаж. Тоже скажет привет. Да, и кстати, здесь можно нового персонажа создать. Даже необязательно для этого создавать его в чарктере. Пусть будет персонаж Тима 2. Тоже скажет привет. Снова кликаю на эту голубую кнопку. Первый персонаж спросит, как дела? Второй ответит, нормально. У тебя как? Все. Пускай будет такой незамысловатый диалог. Когда диалог на первом фоне завершился, то кликаем на белую стрелку в верхнем левом углу. Вот. Жмем на плюсик в правом нижнем углу. Создаем вторую сцену. Окей. Так и пусть называется вторая сцена. Кликаем на нее и таким же образом вставляем диалоги или монологи. Таким образом создаем столько сцен, сколько надо. И сцена уже будет относиться к развилкам. Поэтому здесь будет первый персонаж что-то говорить. Ну, пусть так и будет. Что-то говорю. Я первый персонаж. Сохранить. Назад. Создаю еще одну сцену, третью. Здесь будет второй персонаж говорить. Второй персонаж. Что-то говорю. Я второй персонаж. Сохранить. Назад. Когда сценарий таким образом перенесем, жмем на белую стрелку в верхнем левом углу. Еще раз на нее. Теперь кликаем на три точки справа от названия созданного проекта. То есть вот сюда. Жмем на вторую кнопку сверху. То есть на play. Сюда. Все запустилось. Кликаем новая игра. Проверяем все ли на месте. И тот ли персонаж говорит ту или иную фразу. Диалоги автоматически продолжаются от сцены к сцене. От первой ко второй. От второй к третьей. И так далее. Когда сцены в первом блоке заканчиваются, то приложение использует следующие блоки. Вот. Тут все по порядку. И титры. Выход. Сейчас покажу, что действительно. Как бы сейчас я показала, что от сцены к сцене идет. А теперь я создам сцену в другом блоке. И здесь добавлю текст от первого персонажа. Он скажет ты в новом блоке. Сохраняю. Назад. 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 Снова на эти три точки. Play. Новая игра. Игра. Все. Последняя фраза ты в новом блоке уже исходит из блока середина. Потому что эта сцена была там создана. Ну а на этом все. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok